В древние времена жил один парень. Задумался он стать атеистом. А в те времена ходили слухи о неком Мойше-атеисте, который мог любого священника в диспуте за пояс заткнуть. Решил юноша найти этого Мойшу и стать его учеником. Долго он ходил, много людей расспрашивала Мойше. И вот после нескольких лет странствий он подошел к хижине, где, как ему сказали, жил великий атеист. На стук ему ответил дребезжащий старческий голос. Кого там несет? Простите, но Вы ли Мойше-атеист? Пока живу, надеюсь, юноша. Я прошел много миль, я путешествовал по разным странам, чтобы найти Вас. Я хочу стать Вашим учеником. Старик удивленно уставился на юношу. Учеником? Но чему ты можешь обучиться у меня? Я не ремесленник, не ученый, не политик. Я слышал, что Вы величайший атеист. Я тоже атеист. И хотел бы слушать Ваши доводы и учиться. Так ты, юноша, атеист. Да, я не верю ни в каких богов. Их нет. Что же, интересно. Но послушай меня, юноша. Ты читал Библию, Коран или апокрифы? Нет, но... Не перебивай старших, юноша. Ты разговаривал со священниками или имамами? Нет. Ты совершал паломничество в святые места? Нет, но зачем? Я же не верю в это. Ты жил при ските отшельников, наблюдая за их жизнью и разговаривая с ними? Нет. Ну, тогда, юноша, ты не атеист. А кто я тогда? Ты невежда. Подпишитесь и напишите в комментариях Ваше мнение о данной притче. Поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал Притчи и Рассказы. Всего вам доброго и до новых встреч!